Армавир Хочется, конечно, привести, еще раз повторюсь, команду в премьер-лиге, да, каковы шансы, я думаю, шансы у нас есть, они и хорошие шансы, да, то есть мы в том году с этой командой играли, с Армавиром, да, то есть, ну, команда, в принципе, сохранилась по сравнению с прошлым годом, да, там небольшие изменения, поэтому все будет зависеть от нас, как мы настроимся на эту игру, в каком состоянии подойдем, да, то есть подойти мы должны в оптимальном состоянии, именно психологическом, да, у Армавира там есть небольшие проблемы в плане, там, по турнирной таблице, хотя это не должно никого водить в заблуждение, то есть команда по игре никому не уступает в ФНЛ, да, где-то там чуть-чуть не везет, где-то в обороне там пропускает атак, те игры, которые мы смотрели, команда очень хорошо выглядит, хороший контроль, команда мне нравится, как выступает, да, результаты, конечно, не те, которые бы хотелось, а так, интересно будет игра, я думаю, много будет болельщиков, и мы надеемся пойти дальше. Ну да, игра будет хорошая, это кубковая игра, это не чемпионат, она будет состоять из одной игры, шансы будут у обеих команд, но я думаю, что приложим все свои силы, чтобы добиться положительного результата и пройти дальше в кубке, как можно дальше, не только в следующую стадию пройти. Армавир крайне неудачно стартовал в первом дивизионе, одно очко в семи проведенных матчах. За короткий временной интервал между окончанием сезона в ПФЛ и стартом в ФНЛ усилить состав было крайне сложно, а календарь подбросил те еще испытания, швыряя дебютанта из одного конца огромной страны в другой и обратное. Из семи игр все-таки пять начинать на выезде, мы за месяц слетали во все дальние точки, то есть, ну, очень тяжело. Мы новички, только попали сюда, в эту лигу, у нас было мало времени, чтобы скомплектоваться, и нас сразу под танки, под такой календарь. Естественно, что сейчас и психологически ребятам очень тяжело, потому что, ну, в каждой игре какие-то моменты есть, эпизоды качества игры есть неплохое. Ну, вот такой вот, какой-то полумомент, там, залетает гол, и все, команда начинает уже, конечно, одно поражение, а второе, это психологически очень сложно. За минувшие два сезона «Чайка» и «Армавир» дважды играли между собой в Песченокопском в рамках национального первенства. Обе встречи завершились в ничью 0-0 и 1-1. 22 августа в кубковой игре ничьей быть не может, дальше пойдет кто-то один. Начало матча в 19 часов.